Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс. Вчера, в субботу, мы дочитали книгу «Ваекра», третью книгу «Пятикнижие». И на этой неделе мы читаем уже первую неделю четвертой книги «Пятикнижие» Бамидбар. И поскольку мы рассмотрели все, точнее почти все, мы сегодня сконцентрируемся на тех заданиях, которые у нас висят, которые мы начали в прошлые разы. Это два рассказа у нас есть о Абби Акиве. Все помнят, кто он такой, и все помнят, как связано его имя с переживаемым периодом. И песенка «Бар Ю Хай», из которой мы тоже разобрали несколько куплетов. Значит, дело в том, что в недельном разделе «Беху Катай», а мы в эту субботу читали два коротких раздела, их часто объединяют, содержится параграф о, ну, можно сказать, тохохот, можно сказать, даже квалоте, о тех несчастьях, которые произойдут с еврейским народом, если они не будут слушаться Всевышнего. И отношение к этому отрывку очень специфичное. Его читают в синагонии, поскольку читают в субботу. Но чтец не вызывает кого-то, чтобы он не подумал, что это намек, что его специально вызвали, чтобы достался такой несчастливый отрывок. Вот, а читает сам этот отрывок, сам произносит благословение до и после, и сам прочитывает этот отрывок, и читает его тихим голосом. Тихим, гораздо тише, чем обычно. Именно потому, что там содержатся нехорошие, нехорошие признаменования. Поэтому вполне резонно будет, если мы с вами не будем это специально разбирать. Но, на самом деле, в этом отрывке есть много интересных слов, которые, может быть, стоило бы мне отдельным файлом поставить в наш архив. Может быть, я это сделаю, и я, честно говоря, думал об этом, но компьютер у меня был на чистке, так что я работать не мог. Может быть, на будущее Блинеды, что называется Блинеды, я разберу и оставшийся отрывок. А сегодня мы с вами сконцентрируемся. Вот вы видите демонстрацию экрана, да? Видите? Да, видим. Ну, вот. Из Мишны, точнее, из сборника Агада, в переводе Вялика и Равницкого, я в свое время выбрал четыре рассказа про Раби Акиму с переводами. И два из них мы разобрали. Давайте попробуем сегодня разобрать еще два, если успеем. Плюс еще песенка у нас есть про Барью Хай. Итак, товарищи, смотрим на экран. Еще раз выражаю величайшую признательность Анне, не только потому, что она сделала работу, которую пришлось бы делать мне, но еще и потому, что у меня не было компьютера, и я просто ничего не успел бы подготовить. Итак, я зачитываю вам. Ма гайта тхилато шель Раби Акима. Каково было буквально начало его, Раби Акимы? Тут мы встречаемся с оборотом шаяхут кфулаба. То есть тхилато – это уже значит его начало, да? Но, тем не менее, написано шель Раби Акима, да? Можно было бы здесь обойтись и без местоименного субфикса, но вот так вот принято. Это литературный такой прием. Итак, можно перевести это примерно на русский язык так. С чего начинался Раби Акима? Амру. Бен Арбаим Шана Ая, Вело Шана Келум. Говорят, рассказывали. Бен Арбаим Шана, 40 лет было ему. Вело Шана Келум. Буквально ничего не изучал, ничего не повторял. Интересно, может быть, это даже обыгрывается здесь такая игра слов, что слово Шана здесь означает год, а здесь слово Шана – это глагол в прошедшем времени. Не учил, не повторял. Корень здесь Шин-нун-нун. Тот же корень слова Шен. Мы знаем этот глагол по Шмава Шинантам Леванеха и повторяя их своим сыновьям. Шинантам – это про слова. Тот же корень, что Шана. Спасибо. Так, это я сказал спасибо сам себе. Так, а теперь, а теперь следующую фразу я поручаю Анне. Нет, Тимофей. Тимофей, ну, пожалуйста. Да, Анна распределяет роли. Пожалуйста, мы полностью доверяем. Давайте. Так, однажды был стоявшим Альпиа Бэр у колодца. Есть слово Пур и слово Бэр. Ну, Бэр здесь колодец, так. Да, Бэлот. Это в городе Лот? В городе Лот, да. Да. Сказал. Так, кто высек камень этот? Совершенно верно. Вот этот колли достаточно редкий. Хэт-куф-куф. Мы знаем от него производное Мехокек. Это высекатель. И так мы называем Моисея, который передал нам закон. Потому что закон Хок от того же корня. Ле-хо-кек. Это вырезать на камне буквально. Делать надписи. Да. И, соответственно, чем это похоже на Хок, на закон, что закон, он должен быть постоянный, как высеченный на камне. И так он увидел, как, значит, некое углубление, которое в камне образовалось, и задал вопрос, да, кто высек буквально вот этот камень, кто его обработал таким образом. Да, спасибо. Так, Анна, кто у нас следующий? А можно выброс? Простите, выброс можно? Да, да. По поводу высечения на камне. То есть это еще вот, я так понимаю, от десяти заповедей идет, что они были высечены. Про первые скрижали, кажется, написано, каков не написано, как, потому что они были сделаны из небесного материала. А во втором, по-моему, да, по-моему, это глагол стоит, могу проверить. Да, да. Хок, хокек – это однокоренные слова. Корень здесь, когда повторяется, вторая и третья буквы совпадают, они иногда склеиваются. Да. Да, пожалуй, так. Так, пожалуйста, следующая фраза. Шуша. Шуша. Ну, потихонечку, ладно? Погнали. Амарло, Акива, И, Ата, Коре, Аваним, Шахку, Майм. Точно. И вот здесь приводится источник этой цитаты. Книга Иов, глава Юга. Так. Окей, так. Амайм, Шенфлим, Але, Тадир, Беколь, Йом. Так, сказали ему Акива. Как это перевести И, Ата? И в данном случае, как в И, Эшар, это отрицание, но это как бы и вопрос, да? Как бы не ты ли? Разве ты не знаешь, наверное, вот так будет более точно. Как это? Коре. Не ты не читаешь так, что… Разве ты не читаешь ты? Разве ты не читал, что Аваним Шахакумаим Шахак – это… Нет, это не… То же самое, то же самое. Толочь, тереть, разрушать, уничтожать, то есть, обрабатывать, да? Да? Как мы говорим, ну, не вода камень точит, наоборот, да? Нет, именно так. Вода камень точит, из книги… Вода, да, камень точит, вода. Ну да, да, так оно и есть. Вот это, так. Вода Шенуфлим – это падает на него, да? Да, да, да. Вот так. Тадир – это слово у нас где? Тадир – это постоянно, часто. Постоянно, каждый день, то есть день от дня. Вот это происходит. Да, да, да. Ну, поскольку «маем» здесь, это слово имеет только множественное число, ну, соответственно, и глагол в множественном числе, а мы можем привести капли воды, падающие на нее, на нее, на камень. На камень, ежедневно. Да, да, да. День – это дня, замечательный оборот. Шуша, вы просто природенный переводчик, да? Я правда так делаю, иногда им работают. Да, да, вижу. Как это называется? Профессионализм не пропьешь. Да. Шуша, спасибо. Анна, кто продолжает? Юля. У нас есть Юлия. И, по-моему, все на сегодня, да? Больше никто не пришел пока. Да. Никого больше нет. Хорошо, коротышко. Потому что сердце тверже от камня. Тверже камня. Чем камень? Ну, тут смысл такой. И разве сердце мое тверже ко мне? Пошел и учил первую Порошачеву. Только это в будущем времени он сказал. Да, 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 да. Это будущее время. Пойду-ка я это сказал. И выучу. И выучу. Да. История. Да, да, да. Какой-то рассказ, какой-то абзац, какой-то кусочек, да? Какую-то историю из Торы. Вот. Такая игра слов. Да, Юлия, спасибо, все правильно, все правильно. Так, я должен вам сказать, это рассказ, который приводит Мишна, и поэтому мы не вправе менять текст, добавлять что-то там для связности, но при переводе Биалек Гравницкий добавили известные вещи, да, известные тем, кто изучает Мишну, изучает Талмуд, да, и поэтому рассказ получился более понятным. Я думаю, что я дам вам возможность почитать потом перевод. Он чуть ниже переводится. Так, Юлия, спасибо. Ну что же, Анна у нас отказалась от своей работы, чтобы другим побольше досталось. Так я, пожалуй, могу отказаться. Так? Анна, вы хотите взять эту фразу? Если нет, передавайте дальше. Нет, пускай там, Тимофей, пускай теперь. Тимофей, да. В общем, посмотрите. Так. Узмите, я должен прерваться. Угу. Да, не слышу. Тимофей сказал, что ему надо куда-то отойти. Может быть, телефон ему звонит. Ну, давайте я так скажу, да. Халах пошел лу, это как бы вставное слово, пошел себе. Ведь сэфер, это как мы понимаем, в школу. Пошел в школу и начал читать. Слово луах я почему-то забыла, мне поставить или не поставила. Значит. Вроде известное слово, но мало ли. Да, шнэйлухо, табридвеска, режа, луах, это классная доска. Ну, луах, это вообще дощечка, а также луах, это календарь. Так? Ветхиль, корэм, вы сказали, ветхиль, ликро. Ба луах, то есть на доске, ву, у, вно, он и его сын. То есть он, будучи уже человеком взрослым, да, мы читаем, что до сорока лет он ничего не учился. Он учился вместе со своим сыном. Так, теперь следующую фразу поручим. Шуша. Да. Агат, агат. Раби Акива, барош, алуах, у бано, барош, алуах. Так, ахаз. Агат. Перевод, не вижу. Агат, Анна, как бы вы перевели, держался или придерживал? В прошедшее время, понятно, но вот так. Да, да, да. Похоже. Ну, вообще-то, ох, зим, это где мы учимся, где мы читаем, где мы держим буквально. То есть в каком месте мы сейчас находимся. Да? Как сказать, и он находился в начале, ну, луфчики, доски. И его сын тоже, видимо, в начале этой же. Очевидно, здесь имеется в виду, что вместе они начинали с... С самого начала, как бы написанного. Да, да, да. Да. Вот теперь будет фраза не очень сложная в переводе, но сложная в понимании. Что там, чего, куда, давайте, тем не менее, попросим. Попробуем. Так? Юлия? Так, это катав, вот это, да? Имеется в виду её, да, ле-мада? Да, и выучил её, да. Алиф тав у ле-мада, торат коганима у ле-мада. В общем, он написал себе, да? Ну, может быть, имеется в виду, что он написал себя, может быть, что кто-то написал её. Хорошо. Я попросту вот и веду. В общем, написал себе Алиф Бейс и выучил их, её. Алиф тав, ну, в смысле, от начала до конца и выучил. Законные коганов и выучил. Вот тут есть перевод объяснения, что книговая икра, обычно с неё детишки начинают учить туру. Да, вот тав, 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 у ле-мада и выучил её. А почему именно с неё начинают учиться? Ну, это не самая простая. Она посвящена чистоте. Ну, скажем, Раф, который нам читал психологию, а он, между прочим, ученик того самого Пьеже и личный секретарь Среди Эш. Он считает, что очень многие такие традиционно устоявшиеся вещи неверны с точки зрения психологии. Но, тем не менее, традиционно, вот, да, действительно, с этого момента начинают. Почему не сбрешить, который гораздо живее? Может быть, для того, чтобы посмотреть, как ученик будет себя вести. Ну, и последняя фраза, Анна. Давайте, давайте. Тут чуть-чуть осталось. Кто? Последняя фраза. Хорошо. Ну, как бы, учился, ну, Гаялумет, это, типа, продолжал учиться, учился и учился, и дошёл до, дошёл, ну, как бы, пока не дошёл до того, что пока не выучил всю Тору целиком. Да, да. Вот вроде бы, вроде бы, ну, по-моему. По-моему, неплохо, да, спасибо, всё очень здорово. Давайте, давайте, давайте. Вот я тогда вам оставляю текст, может быть, кто-то почитает слух, если нет, вы просто почитайте его по себе. Как дочитаете, я передвину страницу, дочитаю его до конца. Рафаэль, а вы куда ушли? А я здесь, я тут просто немножко от страницы. Так, прочитать? Если можно, читайте, да. Так, по другому преданию, рабе Акива начал учиться, будучи уже сорока лет от роду. Побудил его к этому такой случай. Увидал он однажды у колодца плиту с правильно выдолбленным жёлобом и спрашивает, кем это так хорошо сделано? Не знаешь ли ты, Акива, отвечает ему сказанного, камни стирает вода. Капля за каплей падала она, и за дня в день долбя этот камень. И подумал рабе Акива, капли водяные, жидкие, слабые, и им удалось камень выдолбить? Тем более крепким, как сталь, словам Торы, не поздно будет огранить живое сердце моё. И засел рабе Акива за один букварь рядом с сыном своим. Да, это, наверное, всё, да, больше перевода нет. Почему-то нет, а почему-то они какой-то немножко усечённые. Да, да, как-то вот так. Ну, где гусло, где пусто. Так, ну, чудесно. Вот ещё один, по-моему, очень интересный рассказ. Да, давайте его пройдём и посмотрим, будем ли мы что-нибудь такое успевать с песенкой. Так, здесь текст без огласовок, вот, поэтому, если будете затрудняться, я всегда готов вас подхватить. Да, почему-то без огласовок странно. Ладно. Почему-то без огласовок, да. А я так как-то даже не обратил внимания. А у меня тоже без огласовок, да? Да, так и как и было, так я и вставила, я ничего не понимаю. Я понимаю, сейчас минутку я посмотрю. У меня просто есть разные редакции. Так, 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 сейчас одну секунду, буквально я проверю. Так, это мы проходили, это мы проходили. А вот это... Да, да, у меня тоже без огласовок. Ну ладно, готов помочь. Итак, начнем. Рассказ о Турнус Руфусе, который спросил Раби Акиву. Был такой товарищ, некий римский начальник, что он спросил о Марло. Ладно, у меня тут написано Исафу, я возлюбил, возненавидел. Это, видимо, у меня какие-то подсознательные. Понятно. Как ты видел, думаю, интересная фраза. Так, даже откуда бы это с живым таким, знаете, путься. Видимо, у меня подсознательно, ну, дело в том, что Исаф, это же, как бы, европейские народы ассоциируются с Исафом. И мне, видимо, эта несправедливость как-то обидела тоже. Ну, в первую очередь, именно о Риме ассоциируются с Исафом, да. Это, видимо, какое-то по Фрейду какое-то подсознательное желание какие-то вытеснено. Понятно. Так, и вот, что Турнус Руфу сказал, почему Всевышний возненавидел нас. Видите, соне – это, знаете, глагол «ненавидеть», да? Я его не стала выделять, я думаю, наверное, известное слово-то. Да. Хотя, вроде бы, выделил. Ну, ладно, что-то. А Исафа возненавидел я, где это написано, это цитата из пророка Малахи, последний из пророков. И это автора одной из глав Туры, не помню, не помню, где именно, да. Почему, да, почему Всевышний возненавидел именно Исафа. Да, здесь все правильно написано. Вот, конечно, замечательно. Даже эту работу она сделала. Коля Кобот, да, очень основательно. Исафа, я, конечно, несколько иначе. Так, вот полная цитата. Разве не брат Исаф Яков? Слово Господа. Но возлюбил я Якова, Исафа, я вас ненавидел. Что же это так вдруг, да? Вот еще тут интересно заметить, что во всех этих вот годических рассказах все эти римские там или какие-то еще там начальники, там всякие императоры, они так хорошо знают Писание, прям, ну вот просто прям как эти ешиботники какие-нибудь. Прямо, прям, прям завидно. Ну, кстати, не исключаю, что они действительно или должны были, или считали своей обязанностью ознакомиться с культурой народа, который им положено, которым им управлять, управлению которого они посланы. Вот так, скажем, да, у них подход был весьма серьезный. Так, читаем дальше. Так, теперь Тимофей, а Тимофей у нас не пришел, может быть, Тимофей будет здесь? Ага, слава Богу. Да. Амарло, ламахар ани Мешиев. Мешиевха. Мешиевха. Ламахар, амарло, раби Акива. Махалам тазе, галайла, ма раита. Сказал ему, завтра я вернусь к себе. Отвечу, да, отвечу. А, отвечу. Ламахар Ани Мешиев, это как шувада, дам ответ. Завтра сказал ему Рави Акива, что снилось, что видел во сне этой ночью. Да, что снилось тебе и что видел. Ну, правда, наоборот, там по тексту, получается, тот человек, этот римлянин, спросил у Рави Акива, ну как, типа, видел ты во сне, что мне надо ответить? То есть, как бы, он считал, что он сказал завтра, потому что он, может быть, что-то там надеется увидеть во сне. Вот он его спрашивает. Что ты во сне видел? То есть, типа, может быть, тебе как-то дали знать, как мне надо ответить? Я видел две версии на русский язык. И поскольку и ту, и другую делали люди вполне ответственные, можно понять, что текст можно интерпретировать и так, и сяк. Так, что это сон, который видел Рави Акива, и он его рассказал Турнус Руфусу, либо что это сон, который, благодаря вот этой ситуации, да, был увиденным самим Турнус Руфусом. То есть, это то, что ему приснилось, самому Турнус Руфусу. Так, ну, как бы то ни было, читаем, что же это за сон. Так, чья очередь? Так, Берешуша. Давайте. Так, Амарло, да? Да. Амарло. Бахаломи хая ли Алайла шней? О, шени? Шней. Ахат шимо Руфус, ахат шимо Руфина. И сказала ему, в моем сне было, так, ночью у меня было две собаки. Одну звали Руфус, а другую, ну, а вторую Руфина. Да. Спасибо, все правильно, да. Каково это, слушать, слышать этому товарищу, и что же он? Ну, давайте я почитаю. Так, подождите-ка, а Юль-то у нас чего? Ну, что ж без Юли-то? Ой, Юля, Юля, ой, извините. Как-то так, подождите. Давайте мы это Юль-то, правда. Это хорошая фраза. Так, подождите, я сказал. Ты должен будешь получать? Да, да. Ты заслужил буквально, да. Харега. Харега. Харега ле мельхот. Это слово какое-то странное слово. Сейчас я попробую объяснить это, да? Такое, да. В общем, он целозелезо зазнился? Да. И сказал? Да. Ло карата шем кладеха. Да? Не назвал, не дал ты имен твоим собак. Элла, кроме как моего имени и имени моей жены. Нитхаяфта. Теперь ты заслуживаешь. Харега ла горок. Это убиение ле мельхот. Мельхот – это царство, да? То есть по закону государства за оскорбление властей ты заслуживаешь смертной казни. Повинен смерти. Понятно. Да. Да, да, да. Ты, типа, сам виноват, да? Так. Вот теперь давайте я почитаю. Амар лу Рабя Кива. Ума бейн ха лу бейн эйем. Сказал Рабя Кива. А что между тобою и между ними? То есть в чем разница принципиальная? Ата ухель. Ты ешь и пьешь. И они едят и пьют. Здесь использован арамейский вариант. Не шутим, а шутина, например. Ата пара урва. Веген парин урвин. Про урву мы помним. Это самая первая митва. Плодитесь и размножайтесь. Итак, и собаки плодятся и размножаются. И да. Ты плодишься и размножаешься. И собаки так же. Ата мэт веген мейтим. Ты умираешь, и они умирают. Вэаль. Чего-чего? Вэаль шекарати. Шэ мам. Вэшимха. Кааста. И за то, что я назвал имя. Дал имя им. По имени твоему. Ты рассердился. Ну вот буквально так. Но можно, наверное, это более как-то красиво сформулировать, причесать. Да? Да. Я думаю, что мы увидим с вами в переводе. Так? Давайте дочитаем, что там было дальше. Так? Так. Тебе Тимофей. 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 Да. Вэка дож баругу нутэ шамаем. Вэйю сэд э арец. Мимайт о махия. И святой, благословен он, держит небо и... Склоняет буквально небо, да? И основывает. И основывает землю. Да. Так. Мэмит от слова мет. Умершляет. Умершляет и жевляет. И оживляет. Да, да, да. Совершенно верно. Просто я текст с того, ну, саму фразу выделила, потому что это, ну, из молитв известная фраза. Да, да, да. Нутэ шамаем и сэд арец. В частности, алейну ли шабейл. Нутэ шамаем, ты сказал арец. Совершенно верно. Мэлэх мэмит у махае. Это тоже из шмона эстре. Тэш мона эстре. Да, да, да. Спасибо. Так. И теперь... Так. Шуша. Да, без образовок сложно. Так, что значит Нотель? Так, где это у нас? Так, ты берешь Нотель, берешь дерево, деревяшку, и называешь его, то есть идола, которого ты делаешь, именем Бога, тем более. В тем большей степени есть разные выражения, есть, например, Хомер, есть Адраба. Такое им же, тем большим объемом. Как же ему ненавидеть вас за такие вещи? Да, как-то вот так, да. Всевышний, как же он ненавидит вас? Так, а дальше как читаем? Разве не будет, будет он тем более ненавидеть вас. Читайте последнюю фразу. Как читается это? Это, видимо, Исав. Это, видимо, Исав. Цитата. Как это сказать? Как это, Исава ненавижу я, да? Да, да, да. Так, можно сказать. Ненавидел я. Вот поэтому ты и Всевышний, как ненавидел. Вот за что я возненавидел Исава. Да, да, да. За это ты и ненавидел Исава. Да, совершенно верно. Ну, давайте почитаем. Кто возьмется прочитать русский текст? Ну, я прочитаю русский текст. Давайте. Однажды начальник города Рима, Руфус, говорит Рабе Акиве. В вашем писании сказано, Исава возненавидела я. За что, скажи, ваш бог так не любит нас? Завтра я отвечу тебе на это, заявляет Рабе Акиве. На завтра, спрашивает Руфус. Что ж, было тебе сонное видение и указано, что ответить? Мне. Именно так, отвечает Рабе Акива. Двух собак видел я во сне. Одну зовут Руфус, а другую Руфина. Как, закричал возмущенный градоправитель, ты для своих собак других кличек не нашел, как имя мое и моей жены. Смерти заслуживаешь ты за такую дерзость. А велика ли разница, спокойно отвечает Рабе Акива, между тобой ими? Ты кушаешь и пьешь, и они едят и пьют. У тебя рождаются дети, и у них так же. Ты умираешь, и они умирают. А стоило мне назвать одну из них твоим именем, и ты в такое негодование пришел. А Всевышний, он небеса простер, он землю основал. А ты берешь чурбан какой-то и богом его называешь. Как же, Господу, не возненавидит вас потомков и Сава? Вот такая вот неприятность. Мораль такова. Спасибо, мы хорошо поработали, и теперь мы, наверное, споем песенку, да? Есть такое желание? Ну да. Так, с вашего позволения, я... Так, что же я делаю? Где же я должен это сделать? Минуточку. Демонстрация экрана. Я экран демонстрирую. Какой? Там у вас песенка, если нет, то я вам ее покажу. Да, песенки есть, просто... Ну вот у меня в группе выкладывала там неделю назад. Да, я его сохранил, я ее открыл. Вот это, наверное, да? Да. Смотрите, узнаете, да? Смотрите, прекрасно, да? Потому что я еще и свой открыл файл, а этот гораздо более подробен. Так, и где же мы остановились с вами? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот, по-моему, вот это мы уже не читали, вот это вот на Изарта бегу, а вот, а может быть, и читали. На Изарта бегу, а так. Вот Рафляг вам еще и споет, он пьет хорошо. Да, стоил у меня. Да, сейчас споем. Сейчас споем, точно. Так. Ну вот это первый куплет. Первый куплет-то три, мне кажется, мы прочли все-таки. Три, давай. Четвертый, я вот не помню. Яблоки собирали. Яблоки, по-моему, были у нас яблоки тоже. Священные яблоки. Да, мы вот это были у нас. Нас и Адам, и Мар, и Авар, и Авар, и Авар, и Авар, и Авар. Авар, и Авар, и Авар, и Авар. Так, давайте начнем. Бар-Юхай. Не-эзарта бигбура. Слово Азар через Алев означает подпоясаться. Да, это есть в утренних благословениях. Озер Исраэль бигбура. Припоясался мужество. Не-эзарта был ты подпоясан. Это что? Нифаль от Азар. Бигбура. Увы Милхэмет. Айш дат. Айш а-ра. Милхэмет, как вы сами понимаете, это война. Айш дат. Огонь. Огонь веры. Так мы, наверное, переведем. Вообще дат, это изначально означает закон. Но для евреев, прежде всего, вера, есть исполнение заповедей. Поэтому другого слова, в общем-то, нет. Мисра дат, Министерство по делам религии. Аш а-ра. Что же такое Аш а-ра? Так. Как тут именно видно? Видимо, как мера. Аш а-ра как мера. Это не ворота. Это мера. Да, возможно. Да, как шевур. Да, возможно. Да. А-ра. Увы Милхэмет. Увы Милхэмет. Эш дат. А-ра. Это про кого говорится? Барюха. Брай-барюха. Брай-барюха. Все равно не понимаю, как это перевести. Припоясавшись. Припоясавшись. С этой могуществом. Да. Да. И войну. Вел войну. Огонь. Что-то такое. Видимо, огнем священной. Да. Мерой. Мерой веры. Или там что-то такое. По мере веры. Наверное, так. Возможно. Так. Вехерев Гоцейта Митаара. Херев – это мы знаем меч. Гоцейта – ты вытащил, когда стал из Митаара ножны. Да? Верно? Ну, там посмотрите, там что-то написано. А-ра. Обнажать. Да. Что-то обнажал. Ну, смысл именно в этом. Откуда-то он его вытащил. Да. Да. Здесь просто другое слово для ножек, как-то оно мне встречалось. Вот. Но я его сейчас не вспомню. Да? Шалаф – это именно вот про меч. Обнажил меч. Обнажил оружие. Шалафта Негед Цоререха. Вехерев Гоцейта Митаара. Шалафта Негед Цоререха. Обнажил ты против Цорер. От слова Цор – царот. Враги. Враги. Враги, да? Враги. Враги. Юйхой. Незад. Бегувура. Враги. Умилхэ. Метэй. Вдата. Вшара. Вехерев Гоцейтами. Гитара. Шалафта Негед Цоререха. И припев. Вар. Юхай. Немшах. Ташреха. Шеменсасум. Мехаберетха. Так? Угу. Угу. Так. А где он первый куплет, да? Который припев? ну ладно он с этим переведет так здорово давайте следующий она вы берете или передаете возьму тут как-то все так очень просто интересный лимаком в ней шеешь и гад шеешь гигата лифней арье лаиш гам гулат котерет а еш ташури 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 уме ешурейха ешурейха ухты лимаком на месте на месте как интересно вны шеешь мраморный камень на месте мраморного камня гигата достиг ты подошел ты к льву ну лев арье это лев и лаиш это тоже какой-то лев подошел ты какому-то льву гам гулат а вот гулата не знаю гулает как гага то ли как гиула освобождение то ли это обнажение открытия и какой-то там возложили какой-то может быть корону куда-то там что-то у меня а ну да вот это так а и что такое а бог а бог узнает что-то не вот а и что нету это я не вижу перевода да верно странно я его выдела даже не ну сейчас мы наверное может быть двою да надо написать с одним юдом он чуть не дает ничего из двумя то он ничего не дает есть слова аж без всяких не подходит так и шури уме ешурейха то есть ты преподнес подарок и тебя подарили а кто а кто подарит себя миша у нас было было это тоже какой-то венец венец на балдашной колонны венец 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 венца на чем-то там на чем-то там наверху чего-то подарили за шури ты подарок и ты подарок тебе дарят и ты тоже подарок бог знает ну дай бог конечно ну сплошная кабала что сказать ну вот уравы лягу есть родственник который очень хорошо в кабале разбирается он бы нам тут много есть много чего он бы сказал бы нам а вот эта идея ссылку или что неравнодушно знаете но он у него такая кабалат не просто с воздуха он никакой нибудь там не буду склонять про кого он такой у него там такая хаббатская кабала у хасидах особенно хаббат они любят всякие такие я дам ссылку на группу где они там он спасибо супруг где они там так так ну в общем не очень понятно да я бы не сказала что понятно чтобы это значит понятно все вместе как-то не очень когда мы переводили тексты обычно технические с английского языка и что-то там не сходилось обычно это списывали на тонкий английский юмор вот здесь это наверное тонкий такой кабалистический юмор так хорошо я вам кстати ну давайте я сейчас расскажу историю да действительно юмористическую но мне выдавали ее за истину да а мы сейчас исполняем заповедь отсчета омера так мы считаем дни от песоха до шевод потому что шевод должен быть ровно на пятидесятый день после первого дня песок и вот эту заповедь стоит вспомнить стоя например шмаму можем читать сидя а отчитать омер мы должны стать для этого почему потому что есть такой посок в тире на работах шевод блеф ниш а отца таха шэм и так работа много мыслей в сердце человека но отца таха шэм то что решит всевышний это и состоится таком но а как это существовать вот это и будет реализовано но буквально таком точно так же пишется и глагол в повелительном наклонении да то есть встанешь да встань а вот отца таха шэм слово состоит из трех букв айн цали и тав да буква айн это знак на омер сферата омер да цади это цицит то есть благословение на лейтатэль бацицит на надевание талита и тав это тфилин тфилин тоже надевают стоя то есть вот эти вот можно понять отца таха шэм то есть вот эти вот три заповеди всевышнего и таком ты встань ради этого ты для этого встань вот то бишь отсюда выводится как бы аллаха что вот эти три заповеди надо исполнять стоя теперь вы можете задать мне вопрос если конечно можете а нет среди нас сфер один нет нет вопрос сфер один тфилин надевают сидя так когда в меня не присутствуют эти и другие вот пришло время на лейтателин одни надевают стоя другие надевать сидя почему же у них так не получается да потому что у них немножко другой вот такой мне будет тонкий английский так как же быть но это фразу читают еще в утренней молитве отца тащили в субботу каждый день я вам кусочек ну вот которые получала читают в начале где читаю всякие кусочки стрелим короче это наверное и ход хорошо посмотрим да их и ход ага и вот так прекрасно да так теперь бар юхай кто нам почитает это в куплет тимофей давайте я по очереди по очереди все так святая святых до прямая линия зеленая до обновляет новости обновляет месяцы как-то вот так да 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 месяцы 7 шаба тот 7 суббот имеется 7 недель потому что в митсве как отрывки торы называется шева шаба тот мемот иена это именно имеется ввиду 7 недель да юлия может сказать что слово неделя да украинском и в польском очевидно тоже да означает что воскресенье воскресенье ничего не делали там у христиан это же день отдыха но вот поэтому ну так в меньшей степени ничего не делают да по идее да 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 так да интересно так 7 суббота секрет пятидесяти 50 дней это вместе с первым песохом или или на образнюю живот да кашата кишрей шин кешареха связал да да узлом шин а что какой узел шин это узел тфилин как раз да это узел тфилин да который узел которым навязывается тфилина да кешареха кешареха связи твои как-то да 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 как то вот так а ну есть рассказ о том когда ну маша рабейн попросил всевышнего покажись мне всевышний говорит я пройду ты меня сзади увидишь а он сзади увидел вот этот вот узел головного тфилина который вот буквы ш как ш шадай ну узел узел головного тфилина скорее в форме буквы далец вот написано в комментариях смысл смысл в чем что невозможно увидеть дела всевышнего пока они не сделаны но по тому каков результат его мы можем судить о нем мы видим что например он милости да да вот так мы видим его сзади то есть мы видим его уже прошедшим по делам хорошо давайте еще еще одну один куплетик мы успеем пройти сколько у нас все останется до конца не думаю мы не ставим задачу все разобрать да но давайте вы не вы не уходите а то у вас плохо слышно что-то вы куда-то уходите а не отстраняться хорошо хорошо конечно так так шуша наверно шуша да шуша мы теперь я читаем вот начале мы читаем а ют и я а ют это просто а ют это звание по ют да ют это буква да ют ххахама кедума ламет бет ламет бет нитивот решит трума от кровь миша зеран так же зев зев ореха мудрый ют мудрость 10 10 аспектов мудрости древних как мы это переведем посмотреть так ли кого-то как это славе внутри 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 там это тоже обозначение числа какое 32 получается 33 значит это 32 путь направления 30 а слушайте а это не туда 30 двумя путями чудесной мудрости ну конечно а что это такое 30 путями это творение попадается про буквы как они были высечены в разных стихиях красивые стихи 32 пути до 32 направления решить ума да начало возношение так как ты нет это киров это круги миша шах шах ну насколько понимаю это словами шок помазанный да зев ореха это херувим помазал тебя сиянием света его ну его всему зев да сияние ореха свет фури да что-то такое да спасибо так далее ну давай давайте 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 да так ормухле ру мела я рта миль милхабит милхабит ки равна Та лума ве айн-кора лах. Намта айн-ло-те-шуреха. Давайте попробуем. Ор-муфла. Муфла как педаль, да, цвет чудесный. А, чудесный, ага. Рум-мала. Высота свыше, наверное, да. Поднялся свыше или поднялся вверх. Или поднялся вверх. Это, наверное, правление. Высота. Не миле мало, а мало. Ярта милегабет киравла. Ярта ере, это боялся, страшился. Милегабет. От того, чтобы взглянуть. Киравла. Ибо достаточно ей. Кому ей, тут не очень понятно. Нет, скорее всего, Раф, это как большое. Ибо высоко, высоко. Или велика она. Страшился взглянуть, ибо она велика. Но она, это, видимо, какая-то высота. Или куда он там поднялся. Или свет может быть. А, ора, вот эта ора, да, она. В женском роде, да. Она велика. Ве-эйн-кора-ла. Та-алума. Загадка, тайна. Ве-эйн-кора-ла. И нет, кто прочитает ее. Нет того, да. Нам-та-ай-н-белоты-шуэха. Да. Нам-та. Может быть, посчитать? Посчитать. А, нам-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Да-да-да. А, нам-та-спать. Ло-я-ну-м-ва-ло-ишан. Господи, по-моему. Может быть. А, глаза-глаза. Спящий. Глаз твой спящий. Лоты-шуэха. Ага. Не видел, да? Не взглянул. Нам-да. Не подарил. Ага. Ну, вот как-то так. Да, что-то мы как-то не дотягиваем мы пока до крутой кабалы, конечно. Уж кто есть, да. И вот последний куплет давайте мы оставим тогда на следующий раз. Сегодня время у нас уже вышло, но мы-таки довольно много разобрали. Сегодня разобрали два рассказа. Это последний, прям последний-последний? По-моему, да. А мы можем проверить. Здесь должен быть окрыстик. Давайте посмотрим. Так, шин-мэм. Ай-ва-в-мон. Это шимон, да. Так, и здесь ла-ви-а. Ла-ви-а. Да-да, ла-ви. Да. Да, все. Есть исполнение, которое я обычно рекомендую послушать, потому что у учения такое душевное. Но там не все куплеты. Там, по-моему, два первых и два последних. Это с записи брестовских хасидов. Но, по-моему, они поют более аутентично, чем кто-либо другой. Ну вот, спасибо вам за участие. И с Божьей помощью мы будем продолжать. Надеюсь, что через неделю у нас состоится снова урок. Спасибо. Всего наилучшего. Приходите еще. Счастливо. Всем счастливо. Пока.